Завтра предстоит играть и вполне может так получиться, что ты тоже получишь грамоту и на этом все закончится. Нет, не получу. Надеюсь. Субтитры подогнал «Симон» С 3 по 7 мая в Москве проводился музыкальный конкурс имени Владислава Михайловича Блажевича «Серебряные трубы». Это был уже третий всероссийский открытый конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах. Все ребята, которые участвовали в конкурсе, жили насыщенной жизнью эти четыре дня. Много мы научились, многое узнали. Уступая перед авторитетным жюри, общаясь с профессорами, побывав на концерте молодых педагогов и спектакля театра «Амадей», Посетив 5 мая в позицию парада «Победа» на Красной площади. Волнуешься? Ну, немного. Не боишься вылететь в полуфинал? Конечно, боюсь. Где-нибудь еще выступил? Конкурс был один «Серебряная копель». Но это в Москве, и не помню, где. В какой-то школе, да? Да, где-то табаков там. Давно занимаешься? Второй год. Нравится? Да. Где-нибудь выступал? Да. В Сачах, в Кисловодске. И в Ростове. Завоевывал? В Сачах завоевал второе место, в Кисловодске третье, а в Ростове, на Дону диплом первой степени. У меня планы на жизнь, то, что я вырасту, стану великим трубачом. Давно занимаешься? Я третий год. А где ты участвовал? Я участвовала на конкурсе в школе именно Табакова и в школе еще в кого-то, не помню. Что-нибудь выигрывал? Нет, пока нет. Пока нет. Надеешься прорваться? Да. Волнуешься? Сейчас уже нет. Долго ты занимаешься? Ммм. Шесть лет. Шесть лет уже? А в городе ты где-то уже, наверное, выступал? Да. Какие места выстроили? Ну, я участвовал в Киеве на конкурсе Биеннале. Ну, в новых именах еще. Выигрывал какие-то места? Да. Какие места? Первые. Ты точно думаешь, что ты попадешь в финал? Я не знаю. Ну, как получится, но надеюсь, что я попаду. А если вдруг так случится, что ты не попадешь в финал? Ну, не буду расстраиваться. Могу попробовать и в следующем году. На каком он спорте? На кларнете. Нравится тебе кларнете? Да. Трудно на нем играть? Ну, не особо. Давно ты занимаешься? Второй год. Но до этого играл на саксофоне. Вожж на саксофоне? До этого, на кларнете. Но где-то ты можешь быть играть? Я на конкурсе имени Пушкина третье место занял. Третье место? Это в каком году был? В этом. В этом году? Ну, здесь ты надеешься прорваться? Да. Может быть, даже какое-то призовое место занял? Ну, буду стараться. А если не получится, что ты сделаешь? Расстроюсь. Будешь плакать? Нет. Спасибо. Я побеждал на конкурсе имени Гершина в составе трио. Также на конкурсе Алексеева. Имени Алексеева. Сильно. Слишком. Ну, вряд ли я что-то занял. Я с детства музыкант. С четырех лет играю. На разных инструментах. Как ты из своих планетов построил? Колледж, институт, аспирантура. А дальше? Работа. А все по музыке? В музыкальную школу я пошла восемь лет. Сначала я хотела пойти на фортепиано или гитару, но когда я услышала, как играет саксофон, я решила, что это мой инструмент и что именно на нем я хочу играть. Я участвовала во многих конкурсах, но считаю, что конкурс «Серебряные трубы» — это самый душевный, самый приятный конкурс для юных исполнителей. На прошлом конкурсе «Серебряные трубы» я стал лауреатом второй премии, дипломантом конкурса «Силкунчик» и конкурса меня Алексеева. И на «Сельмире» тоже вторую премию занял. Ну, конечно, волновалась, но сказать, чтобы очень сильно — нет. Я учусь на флейте. На каком? На флейте. На флейте. Давно ты занимаешься? Шесть лет. Ты, наверное, уже успеваешь? Я участвую в международных, всероссийских, областных конкурсах и стипендиат фонда «Новые имена». Ну, где-нибудь стоять? Да. Первое, второе, третье, четвертое места. Какой у тебя богатый? Ну, ты, наверное, здесь уже в финал точно пойдешь, да? Я думаю, да. А если не пойдешь, будешь плакать? Нет. А на каком инструменте стоять? На квагнете. Трудный инструмент? Ну, когда привыкаешь не особо, а когда начинаешь, что-то трудно. А начинала ты давно? Ну, в смысле, на квагнете. Какой ты занимаешься? Вообще, я уже восьмой год занимаюсь, но на квагнете я только в шестом классе. В шестом классе? Да, вообще, я в музыкальной школе восемь лет уже. Сейчас уже шестой конкурс в моей жизни. Значит, я была... На первом конкурсе я ничего не заняла, потом во втором конкурсе четвертое. Это было в Новомосковске. О, нет, это в Воронеже. На третьем это было опять Новомосковск, это третье место было. Потом в следующий конкурс у меня было первое место. И вот последний конкурс, вот тут была одна девочка, такая маленькая, Лариша. Вот мы с ней, с импезианты фонда «Новые имена». Я тоже с ней выиграла. И вот сейчас мы вместе с ней на этом конкурсе. Это в Москве я первый раз. Ну, мне очень нравятся памятники, фонтаны, всякие здания, вот очень красивые здесь. Мне больше всего нравятся такие стеклянные, какие-то вот такие, не знаю, как... Ну, форма у них прикольная, еще тут... Да, мы округлые такие, как спиральны, не знаю, как-то вот так. Я играю в ногобои. Давно? Третий класс. Ну, три года. Три года. А насколько сложный инструмент? Тебе трудно на нем? Ну, за три года я научился на нем играть. Поначалу было трудно, сейчас уже нет. Поначалу плакал, не получалось? Нет, я не плакал, но не получалось. А теперь? Теперь все получается. Ты будешь сегодня выступать? Я уже выступил. Уже выступил. Но пока еще результат неизвестен, да? Нет. Надеешься вырваться в финал? Да. А если не получится? Ну, не получится, я первый раз. Буду стараться еще. Первый раз? Да, первый раз. Что-нибудь видел уже на Москве? Нет. Пока еще не видел города, да? Нет. Понятно. Скажи, на каком ты играете? Играю на коврнете. Тяжело? Мне очень нравится. Нравится? Да. Давно занимаешься? Третий год. На фестивале ты уже отыграл? Ну, да. Надеешься в финал вырубиться? Естественно. А если не получится? Ну, так. Что будешь делать? Ну, что, что. Плакать и ругаться? Нет. Буду готовиться к следующему. Все участники этого конкурса прошли хорошую школу. И получили большой профессиональный опыт, который и так необходим, чтобы стать настоящим музыкантом. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Я два года назад уже тут участвовал, но не прошел даже вот в третий тур. И вот в этом году, последний раз я как бы участвую. Радости, много эмоций прям таких ярких. Я участвовал, но там я не проходил. То есть это твоя первая победа? Первая такая, да, победа. Ну и дальше какие у тебя планы на жизнь? Я собираюсь поступать в училище москальное. Тоже на планы? Нет, это не первый фестиваль. А на предыдущих ты занимал? Ну, на международных, ой, на всероссийских я не занимал. Я только на городских. На конкурсе Табакова я занимал первое место. А ты своим выступлением доволен? Да, я доволен. То есть рассчитываешь занять твой призовое место? Рассчитываю занять. А какой из них? Ну, ниже второго я не собираюсь. Ну, попала сюда благодаря своим педагогам Евгению Юрьевичу Самарцеву. Было трудно сюда как бы пройти. Вообще, в третий тур было сложно попасть. И во второй тоже было нелегко. Ну, я думаю, можно было и лучше сыграть. Что там еще? Не совсем постарался. Я просто в шоке, потому что я очень плохо, на мой взгляд, сыграл. Но оказалось, что я прошел на следующий тур. Я каждое имя и каждую фамилию на диплом говорили. Я просто нервничал. Думал, это только бы не я был. Потому что много участников вышло. И просто очень нервозно. Просто очень страшно было. Потому что так долго готовиться. И если бы все в один микро рухнуло, было бы очень жалко. Валентин, а в заключение, что ты пожелаешь тем, кто сейчас получил грамоту? Ну, не унывать. Много еще заниматься. Много бороться. Стараться много раз. Все-таки не унывать. Все-таки самое главное. И пытаться еще раз победить. Чтобы в следующий раз обязательно все-таки стать первым. Первый тур я была в городе Пушкино. Я там никакое место не заняла. На второй тур я попала сюда и прошла на третий тур. Надеюсь, что какое-нибудь место займу. Я узнал о конкурсе благодаря моему учителю, Львовскому Николаю Ефимовичу. У тебя были такие минуты, когда ты думал, что вдруг ты не попадешь, что не пройдешь? И что бы тогда ты принял? Были. Да. Ну, не знаю даже. Я просто успокоился. Я на конкурсе уже второй раз. Я играю на гобои. Мне очень конкурс этот нравится, потому что программа хорошо подобрана. Я очень хотела попасть в третий тур. Попала. Мне очень нравится то, что на конкурсе все очень хорошо организовано. То, что много людей приезжает сюда из разных городов. Не только из Москвы. Из разных школ. И то, что честные судьи, хорошие люди сидят комиссии. Спасибо. Спасибо. Мне очень нравится выступать на этом конкурсе. Я уже в следующем году буду в училище учиться. Вот. Ну, с удовольствием бы поучаствовала, если бы можно было. На конкурс меня привел учитель. Потому что я выиграл в многих других конкурсах. Это четвертый. Нет, это пятый мой конкурс. На предыдущих двух конкурсах я становился лауреатом второй премии. И два раза дипломантом. И еще на конкурсе на пианино в Пушкино я становился тоже лауреатом второй премии. На конкурс я попал благодаря тому, что я упорно занимался. И мой учитель мне сказал, что ты готов на этот конкурс. Тебе нравится участие в конкурсе? Да, очень понравилось. Я не только поучаствовал в конкурсе, но и увидел Москву. Как ты своим выступлением? Доволен? Ну, да. В общем, да. Да, в общем, да. Надеешься какое-нибудь место завоевать? Конечно, надеюсь. А на какое рассчитываешь? На второе, третье. На конкурс попал, прошел в Орле первый тур. И попал на конкурс. Думаю, что выиграю. На какое место рассчитываешь? Первое, второе. О, вот так вот уже? Да. А гран-три какой-нибудь хочешь? Хочу, конечно. А произведения, ты знаешь, какие здесь находятся? Ну, в принципе, инструменты. А еще? Без понятия. А телевизоры, мобильные телефоны, ты знаешь об этом? Нет. Вот, там все это есть. Круто. Ну, сначала мои родители хотели отправить меня в Сочи. Но потом дедушка нашел конкурс в интернете. И сказал, что есть в Москве конкурс. И тогда мой папа сказал, что я поеду на этот конкурс. И мы начали готовиться, отсылали видео. Меня пригласили на этот конкурс. И вот я здесь. Ты прошел заключительный третий тур, да? Да. Ты довольна своим выступлением? Да. Думаешь, что-нибудь выиграешь сегодня? Да. Думаю, выиграю третье место. Думаю, выиграю третье место. Думаю, выиграю третье место. Думаю, выиграю третье место. Думаю, выиграю третье место.